Научно-богословское осмысление мученичества, исповедничества и массовых репрессий. Международная конференция с таким названием прошла в конференц-зале гостиницы Московского Свято-Данилова монастыря. Главными организаторами по благословению митрополита Волоколамского и Лариона и поддержке фонда «Русский мир» стали общецерковная аспирантура и докторантура имени равноапостольных Кирилла и Мефодия, Новоспасский мужской монастырь и мемориальный центр «Бутовский полигон». Открыл Международный церковно-общественный форум председателя отдела внешнецерковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский и Ларион. Он поприветствовал организаторов и участников конференции, среди которых были преосвященные архипастыри, слушатели курсов повышения квалификации для архиереев, новосозданных и пархи русской церкви. И пожелал всем плодотворной работы. После чего владыка и Ларион выступил с докладом «Подвиг мучеников. Живой опыт церкви». В большинстве европейских языков слово «мученик» звучит как «мартир», от греческого слова «мартис», означающего «свидетель». Имена древних мучеников составили первые мартирологи, и верующие древней церкви не забывали своих страдальцев, хотя возможности фиксации их подвига были весьма ограничены. Облавы со стороны гонителей, необходимость соблюдать строгую конфиденциальность – все это было приметой жизни древних мучеников, с которыми наша русская церковь столкнется в 20 веке. В своем докладе митрополит Иларион также подверг критике прославления с официальных трибун, телеканалов и в средствах массовой информации плачей и организаторов гонений на церковь и народ Божий. На конференции говорилось и о том, что критерии, которые традиционно применяются к канонизации святых, не всегда подходят к канонизации новомучеников. Их подвиг совершался в особых условиях, чаще всего в тюремных камерах, без свидетелей. Об этих, решающих для вечности последних днях их жизни, сейчас рассказывают лишь документы. Часто гонимые за веру сталкивались с фальсификацией, были оклеветаны, а судебные процессы над ними проходили в закрытом режиме. Сегодня необходимо разработать четкие научные подходы к изучению архивно-следственных дел и канонизации исповедников веры. За 9 месяцев этого года из фондов Государственного Архива было выдано 3000 дел. 3000 дел для изучения, является ли тот или иной священник жертвой, можно ли его предчислить к липу новомучеников, ведется большая и кропотливая работа. За три дня пленарных заседаний прозвучали около 30 научных докладов. Все они посвящены истории мученичества, новым подходам к рассмотрению мартирологических проблем, вопросам увековечения памяти пострадавших за религиозные убеждения и безвинно убиенных в эпоху массовых репрессий. Что сделать для того, чтобы процесс канонизации продолжался? Что сделать нужно нам, всему ученому сообществу Русской Православной Церкви, для того, чтобы память о новомучениках была в род и род, чтобы их не только по именам знали, но узнали об их подвиге, узнали о эпохе, в которой они жили. Вот для этого мы собрались сегодня здесь. Международная конференция такого уровня проводится в Москве впервые. Помимо чтения докладов на пленарных заседаниях, известные богословы, ученые и общественные деятели приняли участие в заседаниях круглых столов, главной темой обсуждения которых стали критерии канонизации святых новомучеников и исповедников российских, выявление новых свидетельств о мученическом и исповедническом подвиге и обобщение опыта создания церковно-общественных мемориалов. Выездные пленарные заседания участников конференции также прошли в Никольском храме Новоспадского монастыря и в мемориальном центре Бутовский полигон.